Валерий Ленич, ну у меня к вам претензия. Вы много раз сомневались в освободительной роли Советской Армии. Мне кажется, что вы прямо попадаете под действие закона, еще не принятого, о том, что те, кто сомневаются в освободительной роли Советской Армии, которые достойны, по-моему, 5 лет тюрьмы, как минимум, или штрафу безумному, она же очевидна. Неужели вы сомневаетесь в том, что народы стран Балтии добровольно приняли сталинский режим и в 40-м, 39-м году и в 45-м? Неужели вы сомневаетесь в том, что Польша, которая с такой любовью всегда относилась к России, с наслаждением присоединилась и к Варшавскому договору, и к этому блоку восточному? Здесь у нас есть ближайший конкурент. Я даже подумываю, не написать ли мне кляузу на вас, а не стукнуть ли на вас. Вот Нью Таймс уже стукнул на Андраника Меграняна, который все время попадается на нашем пути, кстати, и с самыми реакционными измышлениями. Давай Меграняна отдельно. Нет, а вот это прямо из него вытекает. Он сказал, что нужно отделять котлеты от мух, а мухи от котлет, что Гитлер был просто душечкой-пампушечкой до того, как связался с Польшей. А Хрустальная ночь, Нюрнбергские законы, сожжение книг, концлагеря, которые он завел... Это была просто пиар-акция. Главное, что он присоединил судетских немцев, присоединил Австрию и мог бы остаться в истории, как собиратель немецких земель. Земель немецких. Да, правда, с помощью концлагерей и начала Холокоста. Андроник, он всегда был империалистом. Но я не думала, что он еще и Гитлером восхищается. Лерочка, а... Как раз статья для него просто. А Дугин, который переходил из общества память, из памяти его даже из этого антисемитского выгнали за какие-то парадоксальные утверждения. Васильев очень боялся его любви к нацистам и за это выгнал. Ну, за это его перестали печатать в «Завтраке». Потому что... В газете «Завтра». Курдинян даже отказался с ним сотрудничать, именно из-за апологистки и гитлеризма. А сегодня главный идеолог Владимира Владимировича Путина. Да, лучше бы ему не дожить было до этого дня. И Андроник тоже руководит на деньги Кремля каким-то фондом. Так что, знаешь, я совершенно не подвергаю сомнению то, что Красная Армия, она тогда так называлась, выбила из Восточной Европы одну разновидность фашизма немецкого. Но тут же навязал свой. Я никак не уверена в том, что за это кто-то должен ее благодарить. Интересно, что... Эстонция, например. А не решающий даже. Просто о какой-то роли наших союзников во Второй мировой войне. И африканские истории, и европейские, значит, становятся какой-то провокационной блесной. Начинаешь об этом говорить, тут же уменьшаешь роль Красной Армии. Ты знаешь, это было уже. Это было как раз во время второго прилива, второго цунами и репрессий в 1948 году. Солженицын об этом пишет. Тогда были в ходу такие обвинения в ад и в ад. Что это означало? Восхищение американской техникой, восхищение американской демократией. Американским образом жизни. До которого столкнулись на рынке две армии. Это была очень длинная кампания в течение почти шести лет. С 1948 по смерть Сталина. Сначала это была кампания борьбы с космополитизмом. Почти сразу она приняла такие антисемитские формы. Уже в 1948 году расстреляли весь еврейский комитет антифашистский. Зачем-то. Потому что он больше не был нужен. Они же выбивали из западных демократий пожертвования для Сталина. Они слишком много общались с Красным Крестом, с Западом. Война закончилась. Они перестали быть необходимыми. Началась холодная война. Фултонская речь и холодная война. Фултонская, 1949. Да. И они стали опасны. И именно поэтому добавилась еще вот эта составляющая космополитической. Тогда же началась борьба с продажными девками, с генетикой, с кибернетикой. Но чуть позже. Да. Началось уничтожение этих несчастных наук на десятилетия вперед. И мы остали уже навсегда. И уже ничего нельзя сделать. Да, с кибернетикой промахнул Сиросиф Виссарионович. Но к концу это уже приняло такие страшненькие, конечно, но парадоксальные формы. Это письмо Жданова, как оно называлось по поводу Ахматовой. А, о журналах «Звезда и Ленинград». О «Звезда и Ленинград», да. О музыке Шестаковича. Да, о музыке Шестаковича. И языкознание – очень интересная, очень интересная тема для идеологической борьбы и для расстрелов несогласных или думающих иначе. Так вот, стоило тогда какому-нибудь фронтовику сказать, что и грузовики были американские, и без американских конвоев, которые доставляли технику, плохо бы пришлось. И что, тушенка была союзническая, и по лендвизу получали одежду и еду тоже от Америки. Вот стоило вот все это сказать, и можно было заработать то, что заработал Солженицын со своим другом. 58-ю статью «Антисоветская деятельность» и много вариантов подпунктов этих АБВГ. Я просто не понимаю, какое отношение к апологетике фашизма имеет отрицание благодетельной роли сталинизма. Да, они устранили немецкую оккупацию, но взамен они предложили свою. Я думаю, что это вот то же, что с законом о терроризме. Очень нечеткие, обтекаемые формулировки, но бороться с оппозицией, с инакомыслием позволяют. Колорадские жуки закладываются, так сказать, на случай идеологической борьбы, идеологического противостояния с нами. Да, и закон о митингах, прямо скажем, нетрадиционный. При Горби можно было получить 15 суток, мы и получали. Но сейчас они хотят увеличить этот срок до 30 суток. А для тех, кому не поможет, кто дважды будет административно осужден, они предлагают уже 5 лет, например. Серьезно, да предложи.